Я хочу сейчас перейти к другой форме должностного Гаусса-Якобя. Для этого надо в это должство вместо Y надо подставить корень из УВ и вместо Z надо подставить корень из ФР разделить на У. Единица плюс F в степени N-1, 2. Дальше будет У в степени минус 1, 2. В в степени 1, 2. Первая скобка. Вторая скобка тоже самое. У в степени N-1, 2. В в степени N-1, 2. У в степени 1, 2. В в степени минус 1, 2. И, наконец, последняя скобка. Это будет единица минус У в степени N, В в степени N. Замечательно. Теперь нужно сообразить, что же это в более понятном виде. Здесь у нас будет единица плюс У в степени N-1, В в степени N-1. Ну а последняя скобка так и есть. Единица минус У в степени N, В в степени N. Теперь надо взять и убрать единица минус У в степени N, В в степени N в правой части. Что тогда будет? От правой части останется вот эта вот наша замечательная сумма, взятая по всем числам К в целом. В в степени К квадрат пополам. В в степени К квадрат пополам. Теперь Z, что такое? Это есть В в степени К квадрат пополам. И вот теперь нужно написать то, что получается, когда... Туда поднимаешь, делишь тогда на единице минус У в степени N, В в степени N. Давайте вспоминать, что такое единица, деленная на Фиатрис. Это в прошлый раз было. Я объяснял, что это на самом деле сумма, взятая по всем неотрицательным числам, количество разбиений числа M умножить на X в степени N. Я сейчас быстро пойду, но лишь не из них слов скажу. Но пока просто давайте я напишу это. Итак, здесь была сумма по всем целым К, а здесь будет сумма по всем неотрицательным числам M. Катичка разбиений числа M неслагаемая умножить на вот это, УВ, ну так это придется писать, У в степени M на В в степени M. У меня было три скобки. При этом одна из них, я про это сейчас не буду говорить, одна из них имела такой вид произведения по всем числам N, единица минус У в степени N, В в степени N. Ты про нее? Да. Замечательно. Вот эта штука называется Фи-нуфель. Когда единицу делишь на это Фи, получается вот это. Сейчас нужно объяснять. Я перенес знаменатель, то есть на самом деле поделил на Фи. Так, сейчас буду объяснять, причем здесь разбиения и почему такое районство вообще есть. Объяснение крайне простое. Вспоминайте, пожалуйста, что такое вообще разбиение числа на слагаемые. Вот когда у вас есть какое-нибудь неодрицательное целое число, ну, вот этот ноль, вот и есть ноль, потому что единственный способ считается, да? А вот когда у вас есть какое-нибудь число, скажем, что 5, то вы его можете представить таким образом. Либо 5, либо 4 плюс 1, либо 3 плюс 2, двойка и 3 единицы, 5 единиц. Правильно? Сколькими способами число 5 можно разбить на слагаемые? 7. Правильно? Или нет? Замечательно. А как это представить на языке стипенных видов? У нас-то было, на муче лекции. Мы говорили, что когда единицу делишь на 1 минус x, то получаешь 1 плюс x плюс x квадрат, то есть x квадрат, например, как x в степени 1 плюс 1, x куб, x в четвертой, это 4 единицы, x в пятой, это 5 единиц, и так далее, и так далее. Когда единицу делишь на 1 минус x квадрат, извините, это напоминание, это все было в хуже раз, то получается x в степени 2 плюс 2, 2 плюс 2 плюс 2, и так далее, и так далее. Было? Когда единицу делишь на 1 минус x квадрат, это опять будет единица x квадрат, x в степени 3 плюс 3, там 3 плюс 3 плюс 3, и так далее, и так далее, в бесконечности. И вот так нужно написать в другом минут, до бесконечности вниз, и до бесконечности справа, и перемножить. Тогда слева будет единица, деленная на φ от x. потому что фи от x и по определению есть произведение вот этих вот 1 минус x с 1 минус x квадрат и так далее. А справа что будет? Произведение бесконечного числа диалитрических прогрессий. А чему равен коэффициент, например, при x в пятой степени? Но он вот так и бывает. Смотрите, из одного места берешь x в пятой, а из всех единицы, это один способ. Из какого-то места берешь x в четвертой, а из какого-то единицы, другой способ. Из какого-то места берешь тройку, а из какого-то двойку, еще один способ, и так далее, и так далее. Понятно? Это одна из фундаментальных вообще в этой всей науке мыслей о том, что когда единицу делишь на фи от x, то это получается вот та самая сумма количества разбиений числа на слагаемое умножить на x в степени m. Это очень подробно было на прошлой лекции, мы это обсуждаем. У нас есть тождество Гаусса вверху, ну, оно мне сейчас не будет интересно, а у нас есть тождество, в которое превращается тождество Гаусса якобы, если сделать замену. y это корень из у в, z это корень из у на в делитого. Ну, понятно, что точно так же обратные замены из того тождества можно получить это, так что это одно и то же. Продолжение следует...